Приветствую вас. Прочитав вопрос, думаю, что, конечно, мало вы дали информации о таком важном и серьезном вопросе, как вас. Я думаю, что нужно обязательно задать вам некоторые дополнительные вопросы, потому что вот так довольно сложно давать какую-то оценку вашим действиям и того, что произошло. Начнем, пожалуй, с того, что ответ Кудрячева Игоря Леонидовича, на мой взгляд, является самым правильным. Если вам и именно по этой модели, я бы рекомендовал вам двигаться. А от себя я хотел бы прокомментировать то, что вы написали. С мужем 14 лет. Ну, то есть срок довольно большой. Раньше я думал, что у нас идеальная семья. То есть вы с какой-то целью семью идеализировались, как, скорее всего, своему мужу вы не позволяли быть самим собой, требовали от него, ну, скажем так, соответствие своей идеальной модели поведения мужа. Вот. И, в общем-то, скорее всего, не обращали на определенные проблемы, которые у вас были. Внимание. Ну, думали, что семья идеальная, потому-то идеальной семьи не бывает в принципе. Проблемы у людей всегда есть и они появляются. Значит, много раз муж не изменял, и здесь сразу нужно задать вам вопрос, как вы воспринимаете измену, почему она для вас стала неожиданностью, что это означает для вас, для него и так далее. Значит, понимаете ли вы, что стоит за ней, за изменой? Понимаете ли вы, чем она продиктована? Или только вот обращаете внимание вы исключительно на то, что вовне? Также здесь, я полагаю, нужно уточнить то, что для вас значит секс, и как вы к нему относитесь сами по себе. Недавно мне рассказал, кто были его любовницы, зачем рассказал, за чего рассказал, что им двигало, как мы восприняли, как вы понимаете причины такой вот откровенности, зачем, с какой целью, да? Это вот все нужно разбирать. Далее вы говорите, сейчас я терроризирую его и себя. А зачем вы терроризируете? Терроризируете, чтобы что? Вот какую цель вы преследуете, терроризируя своего мужа и себя? Что вы хотите добиться этим? Какие у вас цели? Какие у вас мотивы это делать? А я полагаю, что это тоже не нужно разбирать, потому что терроризируя его и себя, вы не добьетесь того, что вы хотите. То есть некой гармонии, то есть некой идиллии, а самое главное не сделать вашу семью идеальной, как вы хотите. То есть здесь нужно четко разграничивать свою ответственность и ответственность своего мужа. То, что вам казалось, что у вас идеальная семья и вы пытались этот образ идеальной семьи претворять в жизни, это ваше личное желание. То, что вы не замечали, это тоже ваше личное желание не вина, ответственность. То, что мужчина рассказал вам об этом, это тоже имеет какие-то субъективные проявления. И то, что вы терроризируя его пытаетесь восстановить идеальную семью, говорит о том, что вам важна не столько семья и муж, сколько именно образ идеальной семьи. Вот он для вас имеет принципиальное значение. И либо это у вас воспитание и родительские установки, либо действительно страх остаться одной, как вам написал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Либо здесь что-то еще, с этим нужно разбираться. То есть вот для того, чтобы справиться с этим, нужно всю вашу проблему разложить на эти вопросы. И тогда я полагаю, что вам будет легче ответить себе самой на ваш вопрос. Ну и объективно, без психолога подобная проблема не решается, к сожалению. Либо потребуется очень много времени и затраты энергии, силы и так далее, что может привести к окончательному разрушению семьи. Либо вы просто получите травму, которая не позволит вам быть собой. Решать вам. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!